Перед применением противогаза, мы снимаем все украшения, все сережки, желательно, и все больше. Казалось бы, любой должен знать, как надевать противогаз, но на самом деле не каждый может быстро сообразить, что делать в состоянии стресса. Для отработки действий во время условной чрезвычайной ситуации в Балакове прошло командно-штабное учение с эвакуацией персонала Балаковской АЭС. В спортивном комплексе форум был развернут сборный и вакопункт, на котором оборудованы различные посты. Место регистрации и учета населения, выдача средств индивидуальной защиты, формирование колонны и другие. Предусмотрена даже комната матери и ребенка, а также пост психологической помощи. Приезжают сюда специалисты, они занимаются людьми, у которых стрессы, состояние ухудшилось, эмоции зашкаливают, они помогают им помощь. Участников учений разделили на небольшие группы. Каждый из них прошел все посты, узнал порядок действий. Это очень важно – запомнить, куда идти и что делать, чтобы спасти людей и спастись самому. Сам процесс эвакуации может длиться от суток до трех суток. И количество к нам приписанных сборному эвакуационному пункту – почти 3,5 тысячи человек. Если, не дай бог, конечно, будут они так двигаться сюда, вы сами понимаете, сколько времени это идет. От четкости и слаженности действий специалистов на эвакопункте зависят жизни людей в чрезвычайных ситуациях. Поэтому подобные учения проводятся регулярно. Участвуют в них социальные учреждения, организации и предприятия Балаковского района. Проведено обучение именно тех сотрудников, которые у нас разворачивают данные точки. При поступлении людей в случае, каждый должен знать, чем он занимается. Именно сотрудники, которые работают на данном пункте. Командно-штабное учение прошло спокойно. Участники получили необходимые навыки, отработали способы взаимодействия между постами и службами. Завершающим штрихом стала эвакуация людей со сборного эвакопункта в безопасное место на автобусах, потому что водители в данном случае тоже участники учений.